Дай почитать. Оговоримся сразу, это не серьезная книга, не достижение в подростковой литературе. Здесь прослеживается уже упрочившаяся традиция Владимира Аствуда с его Вовкой, такая комедия положения, которая будет интересна и взрослым, и детям. Правда, повествование семилетнего Вовки больше все же для взрослых, а 14-летней Василисы позабавит всех. Издательство «Волчок». Серия повестей для подростков не прислонятся. Итак, сюжетно-комедийная повесть Василиса «Ноль калорий» состоит из трех по объему неравнозначных частей. Первая сюжетная часть расскажет о бероничной и корпулентной Василисе, любительнице тортиков, пельменей, фастфуда и других чудесных кулитарных изобретений человечества. Она предпочитает все натуральное в одежде и оверсайз. Мама с отцом срочно уезжает отдыхать, а ее определяют к тете Рае, помешанной на облегающей одежде, здоровом питании и уходе за собой. Для Василисы это большое испытание, но неожиданно оно оборачивается участием в стремительно разворачивающемся романе тете Рае с собачником-тараканщиком Сережей. Он пришел в гости с тортиком тут же отвергнутым тете Рае и мопсом Анатолия. Процитируем. Мы сидели на полу в темноте, я в платье, Анатолий, я напомню, это мопс, бес, и поедали нежнейший блинный торт. Получилось так, что Анатолий мне друг, и я ему друг. Это теперь навсегда. Слишком многое нас связывает. И мне стало немного жаль Анатоли, потому что меня тетя Рае через 10 дней вернет родителям, и стану я жить припеваючи. А у него впереди обезжиренный кефир, сельдерей, поддельное мясо. Короче, мрак. Вторая сюжетная часть переносит нас на дачу, где сходятся все Василиса и ее родители. Сережа, тетя Рае, одноклассник Орешечка, его родители, стая мопсов и другие персонажи. И заключительная третья свадьба тети Рае и ожидание рождения ребенка от этой красивой пары, сторонницы ЗОЖ и собачника-дезинсектора. Получилось весело, задорно, романтично. Согласитесь, в жизни должно быть хоть немножко места любви и веселью 12+. Дай почитать.